Поверьте, шейхи, по-любому эти фразы вам пригодятся, если вы собираетесь съездить в арабскую страну или вы уже живёте там. Ахлавсала, добро пожаловать, рад вас видеть на моём канале. На этом видео разберём несколько фраз для туристов в арабских странах. Готовьте тетрадь и ручку, потому что нужно будет записывать и сразу запоминать. Приятного просмотра, и начнём. Первая фраза звучит вот так. Ещё раз. Первое слово, это можно. Не дай бог, что с вами случится, или вам что-то нужно, ну, чтобы вам помогали. Вам нужно сказать эту фразу. Можно помощь, то есть, или можно помочь. Ну, не, помощь, можно помощь. Вот, я всегда путаю помощь и помочь в русском языке. Это помощь. Можно помощь. То есть, если вы хотите попросить помощи, вы скажете мумкен мусаада. Очень важные слова, по-любому пригодятся. И особенно слово мумкен, можно. То есть, это слово, прям всегда скажете мумкен, и что дальше вам нужно. То есть, можно, и скажете что. Поэтому запоминаем. Мумкен мусаада. Можно помощь. Следующая фраза. Кэм сэр. Еще раз. Слушаем. Кэм сэр. Сэ-ар в конце. Кэм сэр. Если быстро. Кэм сэр. Кэм это сколько. Сэр это цена. Либо прайс. Тамам. Это когда вы хотите спрашивать, сколько стоит про что-то. Чтобы спрашивать, сколько стоит, есть много вариантов в арабском языке. На разных диалектах. Но комиссар это как будто вы говорите, какая цена. То есть, сколько это стоит. Если вы совсем начинающий, вам не надо запомнить слово, сколько это стоит, или это почем. Нет, зачем. Просто комиссар. Какая цена. И вы по-любому там будете что-то держать в руках, или просто показывать рукой. То есть, комиссар. Либо на что-то смотреть. Комиссар. Вот так сразу. Поэтому комиссар это такая универсальная фраза, подходит всем диалектам. И обязательно запомните. Комиссар. Какая цена. Или сколько просто стоит. Раз вы уже запомнили слово мумкен с предыдущей фразы, то есть можно, вы можете сказать, если вы хотите торговаться очень легко, вы можете сказать мумкен, можно. Потом вы скажете цену. И надо на цену добавлять букву Б. То есть, Б в арабском языке это переводится как по, или чем, или в. Это, ладно, другая история. Если вы хотите, например, покупать что-то за пять тысяч, или две тысячи, ладно, скажу, две тысячи, это альфейн, допустим, в арабском, ладно. Если вы хотите покупать или предлагать за тысячу, надо торговаться. Не покупайте сразу за цену, которая, то есть, не за первую цену. По-любому там можно торговаться, особенно, когда видят, что вы туристы, по-любому дороже становится автоматически. Поэтому, по-любому торгуйтесь, не бойтесь. Скажите, мумкен би эльф. Например, слово эльф это тысяча. Что я сказал? Повторяю. Например, что-то стоит две тысячи альфейн. Вы хотите сказать, можно по тысячу, или можно за тысячу. В таком случае, слово за, мы не используем предлог за, мы говорим по, поэтому вы добавляете пугву ба. Пугва ба это по, как я сказал. Поэтому вы скажете, мумкен би, и скажете би, вот бэ, и скажете цифру. Например, мумкен би эльф, можно по тысяче, или можно за тысячу. Так скажите, не стесняйтесь сразу, мумкен би эльф. Эльф это тысяча. Вам только придется запоминать, например, сто, пятьсот, тысяча. Либо смотрите в интернете, или в переводчике, и вы скажете, мумкен би, можно за, еще раз, за, это не би, мы просто не говорим за в арабском, в арабском другая логика, мы говорим по. Можно по, и скажете сколько. Поэтому торгуйтесь. Еще раз так же мы обсуждаем, ну, цены и так далее. Как сказать бесплатно? Бывало такие много забавных ситуаций, когда реально попросили, можно бесплатно. Например, вы хотите, чтобы кто-то вас довез куда-то, или что-то бесплатное. По-любому, когда вы находитесь в чужой стране, или где-то за границей, вы не будете стесняться, как и на свои. Ну, например, давайте, вот реально, вот как, если вы хотите материться, попробуйте материться на другом языке. Это не так смущает, как и на своем родном, правильно? То же самое, когда вы находитесь в другой стране, то есть не будете стесняться. Поэтому часто бывает такое, когда просят туристи бесплатно, можно бесплатно что-то делать. По-любому вам пригодится слово бесплатно. Может вам скажут, что это бесплатно, не за деньги. Как будет бесплатно? Я вам скажу прям вариант, который прям разговорный. Обязательно запомните разговорный. Слово вот так звучит. Бибаляш. Би-две-бэ. Би-б-ляш. Бибаляш. Бибаляш. Еще раз. Бибаляш. Это бесплатно. Это разговорный вариант. Если вы до этого учили арабский, по-любому слышали слово мажанан. Мажанан это официальное слово, как будто реально в мультике. Нет, не на мультиках. Мы тут в арабской стране, на улице с арабами. Поэтому говорите бибаляш. Вы еще уже запомнили слово мумкен. Поэтому вы можете сказать мумкен бибаляш. По-любому арабы, если это послушают, они камнями будут кидать. В смысле, что ты им рассказываешь? Ничего. Говорите. Мумкен бибаляш. Можно бесплатно. Так, чтобы тон интонации вопросительный был. Мумкен бибаляш. Перед тем, как продолжу, хочу сказать пару слов про обучение. Если вас интересует обучение, мои курсы интересуют, если реально вы хотите, как шех заговорит на арабском, прям, чтобы все было по-разговорному, чтобы реально, как и арабы говорят. Почему я говорю реально? Потому что те, кто учили арабский долго и все равно не понимали никого, они поймут, о чем я. Если вам реально нужен арабский, на котором арабы именно говорят, то у вас есть такая возможность. У меня есть курсы обучения, курсы можно приобрести на запусках, то есть в какой-то период, на 2 или 3 дня, открываю сайт, открываю курсы, можете приобрести, потом закрываются до следующего запуска. Поэтому, следующий запуск, друзья, будет 10 декабря, 10 декабря. Очень, очень приличные цены, всем подходят, я так делал, чтобы всем цены подошли, чтобы все могли, у всех возможност появилось, меня не только деньги интересуют. Поэтому, у вас есть такая возможность, все подробности, цены, что входят, все-все-все, прям я выложу в Телеграме и в Инстаграм. Можете либо вступить в Телеграм, я вам поставлю ссылку, закреплю первым комментарием, либо в описании, либо вы можете подписаться в Инстаграм. Туда тоже выкладываю и все подробности. Поэтому, 10 декабря, если вы подпишитесь в Инстаграм, то там еще можете и отзывы читать, отзывов очень много. Если вы хотите успокоиться и реально смотреть, как и другие учатся. Пока, если человек, который неплохо учил русский, хочет вас всех обучать арабскому, пользуйтесь этим. Буду вас ждать в Телеграм, либо в Инстаграм. Желательно, конечно, в Телеграме, легче общаться. В Телеграме я тоже выкладываю много чего про арабский язык, про арабскую культуру, про себя тоже. Тоже, если вам интересно, тоже вступите в Телеграм, также закреплю ссылку первым комментарием. Просто вступайте и добро пожаловать. Буду рад вас там видеть. Вот, правда. Теперь следующая фраза. По-любому, кто-то вам подойдет, как и мне, ко мне подходили в России и болтали, просто начали болтать. Или что-то говорить на своем языке, на арабском. Ну, по-любому на арабском, если вы в арабской стране. Вы хотите сказать, я не говорю по-арабски. Как это сказать? Я не говорю по-арабски. Звучит фраза вот так. То есть, в разговорной речи можно так просто сказать. Очень просто, очень легкая фраза, можно запомнить. По-другому не стоит мучиться, всякими предлогами говорить. Арабы так говорят. Я как араб, слушайте меня. Следующая фраза. Вы стоите на красивом месте и хотите, чтобы вас сфоткали. Например, вы с родителями хотите общую фото или фотографию, например, хотите попросить у кого-то, чтобы сфоткали вас. Вы можете сказать эту фразу. Мумкен. Как раз слово мумкен можно. Цауэрни. Цауэрни. Первая пугва Т, потом пугва С. Вместе Ц. Ца. Цауэрни. Глагол Сауэр – это сфоткать или снимать. Цауэрни. Ты сфоткаешь меня. Мумкен цауэрни. Мумкен цауэрни. Можно сфоткаешь меня. Это, конечно, обращение к парню. Если вы у девушки просите на улице, тогда добавляйте еще и. Тогда звучит вот так. Мумкен цауэрни. Цауэрни. Мумкен цауэрни. Мумкен цауэрни. Можно тоже сфоткаешь, только тут обращение к девушкам. Почему? В арабском языке такая логика. Конечно, поймут те, кто учит арабский или учит на моем курсе. Когда вы обращаетесь к мужчинам или к парням, это одно. Когда к девушкам или женщинам, это другое. Только следите хорошо, не дай бог украдут телефон. Последняя фраза. Вы хотите куда-то поехать, добраться до какого-то места. Как сказать? Как мне добраться туда или как мне туда поехать? И так далее. Фраза звучит вот так. Первое слово. Киев. Киев это как. На саудовском, правда, говорят кев через э. Но пока запомните киев, это более универсально. Мумкен, как можно, наше золотое слово, мумкен. Арух. Арух. Еще раз. Киев, мумкен, арух. Киев, мумкен, арух. Как можно поехать. Тут, конечно, есть приставка в начале глагола, ну, принадлежит мне. Это ладно, долго рассказывать, это не наша тема. Мы сейчас не грамматику учим. Это на курсе. Тут, как мне поехать или как можно поехать. На халиже и в саудовском, и в египтском, кроме сирийского, не используют предлог. Что значит не использовать предлог? То есть, они не говорят, я иду в магазин. Не говорят в. Говорят без в. Сразу магазин. Надо только артикль л добавлять. То есть, например, вы хотите поехать в такое место, которое называется, допустим, бурж-халифа. Прям бурж-халифа. Вы хотите туда поехать. Киев, мумкен, арух. И скажете, бурж-халифа. И все. Просто надо вам, надо знать название места. Киев, мумкен, арух. Как мне добраться и поехать. И скажете, куда. Киев, мумкен, арух. Л-моль. Моль это торговый центр. С английского мы уже говорим мол. Тамам. В разговорной речи. Киев, мумкен, арух. Л-моль. Л-добавляем. На бурж-халифа не надо добавлять л. Потому что не надо определить место. А это тоже грамматика. Киев, мумкен, арух. Что еще? Какое место? Куда вы хотите? Если еще смотришь, досматриваешь, то поздравляю. Ты настоящий шех или шеха. Спасибо, что досматриваете. В наше время это достижение. Прямо смотреть полезные видео до конца. Прямо все молодцы. Я поздравляю. И все. Надеюсь, с вами было понятно. Еще раз напоминаю. 10 декабря это запуск курсов. Вступайте в телеграм. И если желаете, подпишитесь в инстаграм. Всем удачи. Маасалама.